Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второпрогноз на неделю. Вперед с 25 по 31 декабря 2023 года. Этим раскладом мы с вами закрываем годовой цикл, посмотрим, что же нам принесет предпраздничная неделя, чем она удивит, порадует, ну и чем непосредственно воодушевит. Настраиваемся на расклад, подумайте о прекрасном, о том, что вы себе запланировали на эту семидневку. А мы проанализируем, удастся ли вам все успеть в срок. Основные энергии недели, предостережения и рекомендации от карт. Итак, что же у вас здесь? Так, как мы видим, у вас здесь ложится рыцарь мечей, четверка жезлов и тройка монет. Могу сказать, что несколько недель будет сложной, напряженной, потому что рыцарь мечей, так сказать, знаете, как на всех парах завершать какие-либо рабочие процессы. Четверка жезлов и тройка монет – это стабилизировать ситуацию. Кто-то даже может брать работу, надо, если это позволяет специфика вашей деятельности. Еще, если были здесь какие-то споры, конфликты с соседями, то есть, может быть, сожителями, если вы там живете в общежитии, то это, знаете, как найти какой-то компромисс, подход, потому что четверка жезлов и тройка монет – это совместно урегулировать те вопросы, проблемы, которые вас обоюдно не устраивали, то есть, найти какой-то компромисс. Еще здесь проделать очень такую значимую работу, в особенности для тех, кто собирался поехать к близким, к родственникам или вернуться домой, если вы находитесь в другом городе или, может быть, в другой стране, там по учебе или на заработках, потому что здесь проделать колоссальную работу, сделать такой колоссальный труд для того, чтобы осуществить задуманное. У тех же, у кого на повестке дня стояли вопросы завершения ремонта по недвижимости, эта неделя будет благоприятной, пусть, конечно, не все вы здесь успеете в срок, так как карта показывает, что работы еще много, и семерка монет указывает на ситуацию, что здесь не будет полного завершения процесса, но, тем не менее, какую-то основную часть вы сможете здесь подогнать. Сделать, знаете, как в большей степени, потом уже, только вам придется, так сказать, нарисовать брови, навести какую-то такую мелкую красоту, может быть, там уже заносить мебель или повесить текстиль, но это уже, конечно, будет после Нового года. Еще эти арканы показывают, что если вы планировали вопросы продажи недвижимости, то это будет очень успешный период. Покупку карты не рекомендуют совершать, потому что здесь это будут как опрометчивые действия, поэтому, если вы собирались переобретать, делайте это, пожалуйста, после 2 января. Посмотрим, о чем будет говорить эта триада с точки зрения личной жизни. Для тех, кто у нас свободен. По королеве чаш в большей степени информация будет отыгрываться для мужчин, и здесь, как показывает аркан, это может быть знакомство на корпоративе. Для девушек и женщин, если мы посмотрим с вами, это проявление внимания к вам. Я здесь смотрю по тройке жезлов, это как социальное знакомство, это действительно как корпоратив или какое-то мероприятие, на котором к вам будут активно проявляться. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, то по аркану колесница может быть запланирована какая-то совместная поездка, путешествие, то есть статус ваш здесь не меняется, вы здесь как состояли в этих отношениях, так и остаетесь, но для вас могут быть какие-то приятные моменты, бонусы в рамках этого периода в плане проведения времени с вашим возлюбленным или возлюбленной. Для тех же, кто у нас в стабильных союзах, здесь по тройке чаш, это радость, это праздник, это гармония, это воодушевление, это, конечно же, также может идти резкое изменение планов, например, как вариант, вы собирались праздновать у себя дома, тут резко что-то кардинальным образом меняется, вы можете уехать праздновать к друзьям, но в любом случае тройка чаш, это то, что позитивно сказывается на вашем союзе, на вашем общении, на ваших взаимоотношениях, и хоть несмотря на то, что здесь много хаоса, тем не менее, ваш партнер или партнерша помогут вам преодолеть все невзгоды в рамках этого периода. Посмотрим, о чем говорит текущая отряда с точки зрения работы и заработка для тех, кто у нас не работает. Шестерка чаш, это желание погрузиться в любимое дело, хобби, увлечение, то, чем вы занимались ранее, но не с позиции заработка или монетизации, это в большей степени, знаете, как отточить свое мастерство, чтобы впоследствии на этом зарабатывать, но сейчас рыцарь, мячи, это дистанционно обучаться, четверка, жазлов на дому, тройка монет, это пытаться вывести какое-то ваше хобби и увлечение на профессиональный уровень, но повторюсь, это как только подготовительный этап, не в рамках этой недели, может быть, несколько позже. Для тех, кто у нас является соискателем, король жазлов говорит о ситуации, что вы будете обращаться за помощью, за протекцией в плане трудоустройства к мужчине огненной стихии, овен, лев или стрелец, и здесь, если это ниша строительства, ниша, связанная с недвижимостью, будет там риэлторство или гостиничные рестораны, бизнес, то трудоустройство возможно. Во всех остальных случаях то здесь вашу кандидатуру возьмут на рассмотрение, но окончательный ответ это уже, если смотреть, это будет однозначно после 4 января, не раньше. Смотрим здесь по ситуации для тех, кто у нас является наемным сотрудником. Туз монет. Туз монет это прекрасная карта, потому что говорит о прибыли, о подарках, о премиях, бонусах, 13 заработной плате, то есть, смотря у кого что, и какая специфика работы. Но это приятные для вас финансовые моменты. Конечно же, карты здесь не говорят о вопросах повышения, но тем не менее, какие-то подарки, бонусы от предприятия однозначно вы получите и будете здесь этим довольны. Если же у вас его собственный бизнес, то пятерка монет говорит о ситуации, что либо вы уже, так сказать, подвыдохлись, либо может прийти понимание и осознание, что скорее всего этот бизнес не то, чтобы он не рентабельный, но для вас он в тягости, а не в радость. Поэтому могут появляться мысли или планы, а не продать ли его, допустим, вложиться в нечто новое. Поэтому здесь это в первую очередь, знаете, как от чего-то избавиться, освободиться, почувствовать легкость и, как следствие, новую свежую энергию уже вложить в новое русло. Относительно вопросов здоровья у вас здесь ложится пятерка мечей в связке с теми арканами, которые у вас есть. Обратите внимание на опорно-двигательный аппарат. В частности, у кого есть в первую очередь проблемы с остеохондрозом, межпозвоночные грыжи или протрузии, потому что есть риск того, что эти вопросы могут вас беспокоить в течение этой недели. Опять же, актуально для тех, кто часто страдает невралгиями, поэтому не переохлаждайтесь. Смотрим, что у вас здесь в предостережении. Так, у вас ложится аркан отшельник, девятка чаш и рыцарь чаш. Но здесь это желание, стремление и цель насладиться праздниками, обстановкой, атмосферой. Не могу сказать, что в одиночестве. Это может быть и с вашими близкими, знаете, как обособлено от других. То есть не называть какую-то мега шумную компанию. Возможно, только самые близкие люди. Потому что отшельник — это те, кто с вами на одной волне ощущают ваш внутренний мир. Девятка чаш и рыцарь чаш — это как наслаждаться моментом, напитываться этой энергией. Но кто-то действительно может проводить время обособлено, в осознанном, так сказать, состоянии одиночества, если это вам приносит зону комфорта. Ещё это акцент на то, что уделите время зрелым родственникам, даже если, может быть, они не требуют особого к вам с вашей стороны внимания. Но тем не менее, карта показывает, что больше проявляйте внимание, любви, ласки, поддержки, потому что для них в этот период это будет крайне важно, крайне значимо. Посмотрим, о чём здесь говорит Аркан-совет. У нас сложится карта жрица. С одной стороны, Аркан, который вас призывает загнуть внутрь себя, прислушаться к себе, обращать внимание на вещи сны, вещи знаки, опираться на свою интуицию. Но и для кого-то это попытки проработать какие-то блоки или, может быть, негативные аспекты с психологом. Кто-то может самостоятельно погрузиться в основы изучения каких-либо направлений эзотерики, будь там Таро, психология, нумерология, у каждого своё. Потому что это то, что даёт вам зону комфорта, то, что позволяет найти ответы на свои вопросы и ощущать себя спокойно. Помимо всего, карта с точки зрения совета и рекомендаций советует вам не раскрывать свои цели, планы, до тех пор, пока вы в них не вложились, их не осуществили. по принципу счастье любит тишину. Но опять же, если у вас нет времени и возможности заморачиваться изучением каких-либо эзотерических дисциплин, то данный аркан может быть прямым указанием на обращение за помощью, советом, консультацией кому-либо из практиков, чтобы прояснить для себя необходимые моменты. Посмотрим, о чём здесь говорит неожиданность периода. Что у вас здесь? Ой, у вас тут очень интересные арканы, дно колоды у вас лабиринт, то есть всё-таки найти путь решения того-либо иного вопроса, то есть найти выход из ситуации или из всех возможных вариантов для вас выбрать наиболее правильный. Потому что текущие арканы это, знаете, вот найти свет, найти чью-то помощь, отраду со стороны, которая откроет вам новые возможности. Причём вот эта карта, как интимная комната или закрытая комната, она говорит о том, что вы это будете держать в секрете, то есть не будете это афишировать или кому-то раскрывать свои планы, цели или задачи, дабы не спугнуть удачу. Пусть так и будет, мы с вами так и закроем, неделя у вас очень на самом деле эмоционально насыщена, прекрасная, хорошие у вас здесь перспективы, поэтому с такими энергиями входите в Новый год. Пусть действительно он вас порадует, принесёт, во-первых, для вас какие-то благоприятные эмоции, радостные моменты, исполнение желаний, желаемые подарки, те, которые кто-то себе мечтал планировать, ну и конечно же пусть для некоторых из вас, тех, кто этого желает, этот год начнётся с чистого листа. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной, с вами не прощаюсь, до новых встреч.